Всем привет! Сегодня мы сделаем из обычного нерабочего фонарика отличную самоделку. Можно даже сказать инструмент. Разбираем фонарик, вытаскиваем из него все лишнее. Батарейки типа 3А покрылись уже какими-то солями, видно давно им уже не пользовались. Но корпус для батареек нам больше не пригодится, поэтому просто выбрасываем его. Вытаскиваем светодиодную матрицу и фокусировочную линзу. Они нам тоже больше не нужны, но если только пригодятся для других каких-либо самоделок. Примеряем наш магнит, чтобы понять тот ли фонарик мы выбрали. И да, магнит идеально подходит в этот корпус, значит это то, что нам нужно. Дальше долго и мучительно пытаюсь отвернуть заднюю крышку. И вот у меня в руках уже сама кнопка. До этого горел горелкой, заливал проникающей смазкой кучу раз, и наконец-то задняя крышка поддалась. Отворачиваю ее, пока что откладываю в сторону. Примеряю еще раз магнит в переднюю часть фонарика, бывшего фонарика. Мешают провода, так как они выведены сбоку, а не сверху. Сейчас мы это исправим. Как обычно меня вручает моя любимая аккумуляторная мини болгарочка, ссылочку на нее оставлю в описании. Далее загибаю провода в сделанный ранее пропил, и для надежности креплю их каптоновым скотчем. Итак, примеряю плату по размеру фонарика. Да, кстати, чуть не забыл, это повышающая плата, потому что магнит-то у меня 6-ти вольтовый, а его я собираюсь питать от банки 18650, 3,7 вольта. Поэтому, чтобы магнит вышел на полную мощность, я буду ставить такой повышающий преобразователь. Итак, как мы видим, без моей мини болгарки никуда. Пришлось подпиливать края плата, на работоспособность это не повлияет. Компоненты я никакие не задел, припаяться мне места тоже хватит. Плату буду располагать прямо на магните, он металлический, поэтому срежу с обратной стороны оба плюса. Минус тут единый, поэтому ничего страшного не будет. Примеряю плату на магнит, чтобы понять какой длины откусить провода. Далее откусываю, зачищаю, облуживаю и припаиваю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот такое безобразие получилось. Откусываю торчащие излишки припоя, чтобы они не мешались в дальнейшем. Также мне нужен плюсовой контакт для аккумулятора. Изготавливаю его из обычной оцинкованной широкой шайбы M5 и пружинка сверху. Лудится шайба плохо, так как имеет оцинкованное покрытие сверху, поэтому лучше всего использовать паяльную кислоту. Она сожгет верхний слой и тогда вы сможете спокойно облудить шайбу. Вообще паять оцинкованные шайбы не очень хорошая затея, так как при нагревании выделяются пары цинка, которые соответственно очень вредны при вдыхании. Просто ничего иного, чтобы использовать в качестве контакта я не нашел. Далее облуживаю подходящие контакты к плате. Кстати еще хотел сказать пару слов про плату. Выходной вольтаж у нее подстраивается вот этими перемычками, вернее комбинациями этих перемычек. Поэтому точно выставить вольтаж сколько нам нужно мы не сможем. У нас есть варианты 5 вольт, 8 вольт, 9 вольт и максимально 12 вольт выход. Я у себя сделал перемычки только на контакте B, что соответствует выходу 8 вольт. Ничего страшного при этом с магнитом не произойдет, потому что он будет использоваться кратковременно. Теперь изолирую шайбу каптоновым скотчем, чтобы она не прикасалась к плате. Также изолирую саму плату. Припаиваю контакт входа с платы к контакту, где будет прислоняться аккумулятор, вместо перемычки использовав какой-то железный крючок. После излишки просто отпилю болгаркой. Вот так все некрасиво, но функционально получилось. Осталось припаять минусовой контакт к плате. Минусовой контакт просто будет прижиматься к корпусу, так как корпус алюминиевый и припаиваться к нему довольно таки проблематично. Дальше для надежности закреплю все изолентой, чтобы прям все на века держалось. Шучу конечно, просто меня бесит то, что там все по уродски. Ну и чтобы держалось тоже. Только нужно проковырять минусовой контакт, который должен прикасаться к корпусу. А то иначе работать не будет, потому что минус у нас идет по самому корпусу. Итак, примеряем нашу заготовку в переднюю часть от фонарика. Вставляется плотно, как и должно быть. Соответственно минусовой контакт прижмется хорошо. Даже не лезет. Ничего, сейчас запихнем. Немножко магнит в бок. Все. Выглядит очень даже неплохо. Мне нравится. Осталось прикрепить его только как-то. Как же его прикрепить? Ну конечно же термоклей, куда мы без него. Проливаю по кругу и даю высохнуть. Правда надо было сперва прозвонить в минусовый контакт, касается ли он корпуса. Но будем надеяться на лучшее. Кнопку стандартную использовать не буду, так как она с фиксацией и туго нажимается. Использовать буду вот такую кнопку, она без фиксации. Также у нее есть подсветка, но я ее использовать не буду. Поэтому загнул все три контакта в один и припаял к ним пружинку. Второй контакт загнул к корпусу. Приклеиваю гайку в заднюю часть фонарика, куда будет вкручиваться сама кнопка. Ставим кнопку на место. Остается только уходящий контакт от кнопки замкнуть с корпусом. Решил это сделать каплей припоя. Припаять к алюминию я не смогу. Но немножко довернув кнопку он будет касаться корпуса. Наверное будет, в дальнейшем узнаем. Дальше началась передача очумелой ручки. Нам нужна пластиковая бутылка и ножницы. Вырезаем из бутылки вот такую ленту. Сворачиваем ее вот в такую трубочку. И запихиваем в корпус фонарика. Это нам нужно, чтобы у нас аккумулятор стоял плотнее и не ерзал внутри. Закручиваем заднюю крышку с кнопкой. И будем проверять наше устройство. Кстати мне пришлось вернуть вот такой винтик, чтобы соединить корпус с выводом кнопки. Потому что минус уходящий от кнопки с аккумулятора то и дело пропадал. Ну и вот. Настало время тестов. Сделали мы вот такой магнитный фонарик. Точнее это уже не фонарик. Это такой магнитик для переноса каких-нибудь железяк. Активируется он при помощи кнопки. Если кнопку отпустить, то магнитное поле исчезнет. Это очень будет удобно для сортирования всяких болтиков, гаечек. Вам не нужно будет каждый раз отцеплять рукой от магнита. Просто отпустили кнопку и они упали. На этом все. Такое прикольное устройство у нас получилось. Все расходники и инструменты, которыми пользовался, будут по ссылкам в описании. Всем до свидания. Всем пока. До новых видосиков. Субтитры сделал DimaTorzok